Всем привет! С вами Ганн, он же Григорий Неделька, но можно и наоборот. Сегодня я вам хочу рассказать про одну фишку, которую я заметил во время игры на гитаре. Заметил я ее какое-то время назад, но рассказать захотел сейчас, потому что у меня стояли одинаковые струны, ну часть комплекта, у одной гитары девятка, у другой гибридные струны. Так вот, я заметил, что во время игры на этих гитарах звучание струны, ну в общем сейчас чуть подальше вам об этом расскажу, и я хотел сам показать вам, ну это даже не эксперимент, это просто наглядная демонстрация, но предлагаю вам самим попробовать это сделать. Для этого вам понадобится гитара, кабель, тюнер, ну и собственно все, ну пальцы наверное еще. Так вот, речь сегодня пойдет о четырехфазной длине ноты и о сустейне как таковом. Сустейн это часть этой четырехфазной длины, ну я ее так называю четырехфазная длина, на самом деле я не знаю как она называется, я посмотрел в интернете, там по-моему никто не знает. Сустейн ее часть, третья часть, это нам понадобится для нашей демонстрации, ну может быть для вашей скорее, потому что я решил не тащить сюда все гитары, не таскать камеру с ноутбука, не показывать вам все эти тюнеры, потому что это очень неудобно, это очень... Ну это ни к чему, вы все сами сможете проделать, потому что подумайте еще, что я что-нибудь нахимичил. Хотя в это видео пишется как оно есть, без вторых дублей, без обрезок, без всего, без склеиваний. Так вот, четырехфазная длина ноты это атака, спад, сустейн и затухание, угасание. Сустейн интересует многих гитаристов, потому что считается, что гитара с большим сустейном звучит лучше, но к концу видео мы попытаемся прийти к какому-то мнению на этот счет и понять, действительно ли это так, и как он влияет на звучание гитары, и насколько сильно он вообще влияет. Почему я заговорил об этой четырехфазной системе? Считается, что у старта кастера больше атака, то есть ты как бы ударил по струне, она четко зафиксировалась, а потом затухает долго. А у Лиспола наоборот, считается, что сустейн больше, то есть атака маленькая, еще меньше добирается до ноты звучания, потом долго-долго играет и затухает. Но на деле выясняется, что все наоборот. Что я имею ввиду? Вы можете взять тюнер, подключить к нему свою гитару, выбрать любую струну, открытую, ну потому что по открытой проще будет играть в тюнер, и ударить по ней так, как вы обычно бьете. Вы можете взять другую гитару с меньшей мензурой, ну то есть если первая была старта кастер, то вторая будет Лиспол, ну к примеру. И проделать ровно то же самое. При этом у вас гитара должна быть настроена идеально, и играть вы должны одинаково, одними и теми же пальцами, или одним и тем же медиатором, ну для чистоты эксперимента, назовем его так. И тогда вы увидите, что длина звучания ноты у старта кастера будет больше, чем длина звучания у Лиспола. Вы меня спросите, почему так? Я не смогу вам сказать, наверное, все дело в механике и физике, потому что других объяснений этому быть не может. Ну в нотах, соответственно. Ведь как работает струна? Вы ее натянули, в зависимости от ее толщины и натяжения, получается какая-то нота, когда вы по ней бьете. Она вибрирует, вибрирует. Сначала, значит, вы ударили по ней, она оттягивается. Это атака. Потом отойдет спад, когда она идет вниз. Струна. Ну, вниз я имею ввиду уменьшает все колебания. Потом она зафиксирует. Это у нас, значит, спад. Потом она в какое-то время колеблется. Некоторое время с одинаковой достаточно амплитудой. Это сустейн. И потом идет укасание. Затухание. Когда струна начинает окончательно останавливаться. Так вот, у стратокастера по тюнеру, если вы сделаете все, как я сказал, вы увидите, что зеленый огонек будет гореть дольше, причем, можно сказать, значительно дольше. Может быть, раза в полтора дольше, чем у Лиспола. Если у вас есть и то, и другое, вы сможете это легко проверить. Получается. Почему так? Ну, тюнер, он не будет отображать только сустейн. Он будет отображать вообще всю амплитуду струны, когда она попадает вот в эту ноту. Допустим, это нота Си. Я потом объясню, почему именно Си. Допустим, это нота Си. У вас, значит, пришла атака. Гитара настроена идеально. Она попала в эту ноту. Потом идет спад. В этой же ноте остается струна. И колеблется, идет сустейн. А потом она выходит из этой ноты и начинается угасание. Так вот, вот эти три этапа первых. Они как раз и дают нам этот зеленый огонек на тюнере. Тюнер должен быть достаточно хороший. Не обязательно какой-то классный. Просто достаточно хороший, чтобы он примерно показывал вам, как надо. Я акцентирую на этом внимание, что тюдер не должен быть суперский. Да, будет достаточно много слов, но я предлагаю вам досмотреть это видео до конца. Ну, собственно, мы уже подходим к его завершению. И мы получим при игре на стратокастере, что зеленый огонек будет гореть где-то в полтора раза, ну, или примерно так, дольше. То есть, получается, что на самом-то деле атака у стратокастера, ну, больше в каком смысле? Она больше по продолжительности. Она не резкая, она дольше звучит. Вот она дольше идет, идет, идет. Остается в этой ноте, когда гитара настроена идеально. Потом быстро падает. Звучит. Причем, сустейн достаточно долгий. Потом идет угасание. Возможно, на какие-то миллисекунды, или там на четверть, на восьмую секунды. Скорее, даже на восьмую, если не меньше. Это затухание будет меньше, чем у лиспола. Теперь берем лиспол. Он добирается до этой ноты. То есть, получается, что атака-то у него меньше. Он добирается до этой ноты. Потом у него идет спад. Маленький. Потом у него идет сустейн. И угасание. Ну, сложно так на пальцах объяснять. И чтобы я не запутался и вас не запутал. Мы имеем следующее. Считается, что у стратокастера меньше сустейн. Для нас это главное. Вы уж извините, если я что-то не так сказал. Видео, повторяюсь, пишется с первого дубля. И без всяких склеек. Специально, чтобы не было никаких нареканий. Для нас важно следующее. Что мы считаем, что у стратокастера быстрая атака и меньший сустейн. А у Лиспола наоборот. Большая атака и, соответственно, больший сустейн. Но по тюнеру, если, конечно, верить тюнеру, если верить этому агрегату механическому, у которого нет души, нет предвзятости, получается наоборот. Не буду повторяться. Я всего лишь хочу перейти ко второму заключительному этапу нашего разговора и показать вам, что этой разнице, которая есть у стратокастера и Лиспола в атаке и в сустейне, вы, во-первых, на слух, скорее всего, не определите. А может быть, даже не скорее всего, в большинстве случаев абсолютно точно не определите. И более того, нота будет звучать в четырехфазной системе. Не просто сустейн, а вся нота от начала, от атаки и до конца затухания будет звучать ровно столько же на Лисполе, сколько и на стратокастере. Ну, тут вы можете меня спросить, как такое возможно. Для этого вам не надо отключать гитару от усилителя. Вам надо сделать следующее. Берете палец, ставите его, ну, допустим, на ноту C на первой струне. То есть, соответственно, если я ничего не путаю, это... О, что не какой же это лад-то, а? Сейчас надо вспомнить. По-моему, все-таки девятнадцатый. Ну, если конечная... Если у нас 22 лада, то конечная нота на первой струне будет ре. Соответственно, за два тона до нее на двадцатый до на девятнадцатый C. Вы берете палец, ставите его, запоминайте, как ставите. И играйте эту ноту акцентированно, играйте ее так, чтобы она звучала как можно дольше. То есть, добивайтесь от нее как можно более долгого звучания. Это сложно. Возможно, придется даже потренироваться, посидеть какое-то время. Добивайтесь от нее как можно более долгого звучания и запоминайте, сколько она звучит. Можете даже как-то замерить, я не знаю. Потом берете другую гитару с другой мензурой. Не только с мензурой, я сейчас расскажу. Ставите палец так же, ровно тем же медиатором, если играть медиатором, или тем же пальцем, если пальцем. Точно так же играете, берете как можно более долгую длину ноты, чтобы она звучала как можно дольше. Опять слушаете, опять, может быть, замеряете и сравниваете и эти ноты и до фазы затухания и с фазой затухания будут звучать одинаково. До фазы одинаково они будут звучать абсолютно точно. Там, если будет погрешность, то в миллисекунды. Затухание, ну, возможно, на стартокастере. Ну, по крайней мере, вам покажется, что оно меньше. Просто потому, что там надо зажимать струны сильнее, чтобы гитара звучала, чтобы не было никаких киксов, как это называется в бильярде. Никаких прерывистостей. Я заметил эту фишку, возвращаемся к началу. Когда у меня был на одной гитаре гибридный комплект струн, на второй гитаре девятка. Ну, может быть, это произошло и раньше, я точно не помню, но я обратил у нее особое внимание тогда. Потом я поменял комплект струн на восьмерку. Что вы думаете? Ничего не изменилось. И я вам скажу больше. У меня все гитары, на которых я пробовал это проделать, абсолютно разные. Ну, что значит абсолютно разные? Они не все сделаны из, допустим, ясеня, с кленовым грифом. то есть, когда дек из ясеня, а гриф из клена. Нет. Они абсолютно разные. Чтобы не быть голословным. ладной гитарой. Дек из красного дерева с тупом из клена, по-моему, 10 мм. гриф из кленовым грифом. Струны стояли то гибридные, то десятка, если я не ошибаюсь, опять же, то восьмерка, то новые, то старые. Причем, новые это, может быть, скажем, недели или две, а старые это от полугода до полутора лет. И я не шучу. Ну, тут уже дело вкуса. Музыка, в принципе, дело вкуса. Кому-то нравятся старые струны, кому-то не нравятся старые струны. И они тоже то нравятся, то не нравятся. Но это отдельный разговор, мы, может быть, потом к нему вернемся. Звукосниматели на этой гитаре корейские отодвинуты на разное расстояние от струн. Как сами по себе, так и по сравнению с другими гитарами. Также на ней стоит Флойд Роуз. Что еще сказать? А, ну, расстояние от струн до ладов совсем небольшое. Далее берем следующую гитару. Она вся из махагона с кленовым топом, тоже 10 мм. Мензура укороченная, соответственно. Если у стратокастера 648 мм, то тут 629. Звукосниматели какие-то заводские, китайские. Причем с крышками. Те открытые, а эти с крышками. Расстояние от струн до ладов примерно такое же. Ну, можно даже сказать, такое же. Погрешность опять же там какие-то микро-микро-миллиметры. Тюноматик Бридж. Струны девятка. Тоже заводские. И я так подозреваю, не самые новые. Далеко уже. Третья гитара. Если одна суперстрат, вторая или спол, третья стратокастер. Кленовый гриф. Накладки у всех гитары с палисандра. Так вот, кленовый гриф. Дек из ольхи. Звукосниматели американские. Расстояние не такое же, как у двух предыдущих гитар. И у второй гитары по сравнению с первой не такое же. И сами звукосниматели между собой тоже на разном расстоянии. Это же относится все, что я только что сказал про звукосниматели к третьей гитаре. У нее также Флойд Роуз. У нее десятый комплект струн. Струны не новые. Восьмерка новая, девятка старая, десятка еще более старая. Причем тут еще и струны из разных комплектов. И стоят даже струны от акустической гитары, поскольку мне иногда бывает лень, не охота еще по какой-то причине. Я просто пока не покупаю, не ставлю новые струны. мензура не везде настроена идеально. На одной гитаре идеально, на второй близко к этому достаточно, на третий примерно как на второй. При этом Флойд Роуз настроен нормально, поползновений у него нет. К чему я все это говорил? Потому что несмотря на все эти различия с одними и теми же кабелями, с одним и тем же оборудованием, если вы играете одинаково с помощью одних и тех же пальцев, с помощью одного и того же медиатора и добиваетесь максимальной длины звучания ноты, то вы получите одинаковое время ее звучание. Видите? Тогда берите практически любой тюнер и проверяйте мои слова, если вам это интересно. Я могу сделать запись, где я сам этим занимаюсь, но честно говоря не вижу в этом особого смысла, потому что сделать я это и показать могу в любой момент, или дома, или в магазине, и на камеру я тоже это всегда могу сделать, но лучше это всегда убедиться самому, поэтому какая разница, покажу я это, не покажу, если у кого-то появится вдруг желание, он всегда сможет убедиться в этом. Очень интересно было бы поиграть и на других гитарах. У меня есть еще одна четвертая гитара, тоже отличная предыдущая, и другой фирмы по сравнению по крайней мере с одним мисполом. И эта фишка была заметна и на ней тоже. То есть, видите, я достаточно давно на это обратил внимание, но сакцентировал внимание на это только сейчас. Поэтому, друзья мои, чтобы не было никаких разночтений, разнотолков и разногласий, я не буду сейчас говорить, как точно работает атака и сустейн на короткомензурных гитарах и на гитарах с обычной мензурой. Считается, что она обычно 648 миллиметров. 25,5 дюймов. Но самое главное, что мы выясняем, что на самом-то деле дела обстоят не совсем так, как мы привыкли считать. То ли кто-то ошибся, то ли откуда-то еще эта информация появилась и мы теперь в ней уверены. Не знаю, но если здесь кто-то и врет, то это, видимо, тюнер. Ну и тогда мои уши тоже. если они будут врать врать, то скорее всего это означает, что все, что я сказал, применимо и к вам. поэтому, товарищи, товарищи тамовские волки, шутка, если захотите, проведите такой следственный эксперимент и посмотрите, где на самом деле больше атака, где она меньше, где больше сустейн, где меньше, и как это вообще влияет на звук. И скажу вам по секрету, со звуком совсем дело туго, потому что на записи иногда очень сложно, если вообще возможно, со всеми этими приставками и примочками, допустим, отличить лист пол от стратокастера. Опять же, чтобы не быть голословным, поскольку я здесь не включаю никакие примеры, ничего не показываю, я хотя бы на словах это говорю, доказываю. Есть официальное заявление, что соло, Another Break in the Wall Part 2 группа Pink Floyd Дэвид Гилмор играет на Лесполе, ну, по крайней мере, на Гибсоне. С такими звукоснимателями, что звук получается, как у стартокастера, круглый и стеклянный. Вот насчет округлости и стеклянности ничего не могу сказать. С синглами и при достаточно хорошей настройке гитары это действительно будет так. Ну, а если что-то не так и что-то звучит по-другому, об этом мы, возможно, поговорим в следующий раз. Вернее, я поговорю, а вы, надеюсь, послушаете, если вам это интересно. Засем все. всем рок-су-стейна. чего-то Так